Черкизова представляет. Что будем на ужин? Сегодня я готовлю. Мясо с собственных ферм и натуральные специи. Удержаться невозможно. Черкизова. А мне так вкусно. Я, признаться, не люблю, когда меня пытаются водить замок. Нет. Очень я тогда огорчаюсь. Вам понятно? Нет. А что вы имеете в виду? Вы мне что сказали? Сколько дней будет переоформляться ваша контора на меня? Такие дела быстро не делаются. Тут не то, что за день. Тут за неделю не управишься. Мой знакомый управился за три дня. За три. И все. Был один хозяин, стал другой. Да погодите, но есть же разная форма собственности. Я знаю, только две. Собственность моя или чужая. Хорошо. Какая форма собственности у предприятия, которое оформлял ваш приятель? Акционерное общество, малое предприятие, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или что? А какая разница? Да огромная. Ничего никому не сказава. Ты уйдешь далеко, далеко. Я тебя отыщу по следам, по словам, что текут непослушной рекой. Постой. Шей, крылья облаков Выше, чем любовь Полетим с тобой Слышишь там? Все открыто нам Знаешь, я тебя Сердцем не предам Шей, крылья облаков И не нужно слов Я тебя люблю Слышишь, дом Время нас несет Время нас зовет К разным берегам Ребят, ну как он ее защищать бросился? Я никогда бы не подумала, что Новиков на такое способен. Маше просто гипер повезло. Да. Она за ним, как за каменной стеной. Что-то я не пойму. Вы их поженили, что ли, уже? Тут даже слепому видно, как они друг к другу тянутся. Машка, давай, расскажи нам Что рассказать? Ну, как Новиков с этим поговорил А, ну как? По-мужски, как положено. Так, ну, а так, говорит Не смейте обижать медперсонал Не то я не посмотрю на ваш возраст и регалии И я, говорит, сам буду вас курировать И у меня не забалуешь Что так и сказал? Ну, конечно, ну вы что, Новикова не знаете? Ну, да-да, ну ладно, ладно, понял Понял я все Да, и тебе не кажуть Да, пока Малое предприятие у него Хотя там какой-то черт малый Там такие три цеха, что... Вот видите Малое предприятие У малого предприятия учредительный договор и устав Только два документа Их можно переоформить за один день А у меня акционерное общество И что? И то Для того, чтобы переоформить на вас весь контрольный пакет Нужно соблюсти определенную процедуру Не позже, чем за 10 дней Я должна взвонить всех акционеров И сообщить о дате проведения собрания Ты что, зачем? Акционеров есть первоочередное право Выкупить весь контрольный пакет Не-не-не-не-не Нет, совсем ни к чему Правильно Вот поэтому Я должна встретиться с каждым из них И уговорить не претендовать На контрольный пакет Ну, дорогой мой Ну, я же вам говорила Такие дела быстро не делаются Не делаются так, как нам с вами Хотелось бы Хорошо Я проверю все, что вы мне здесь сказали Но если вы вздумали просто резину тянуть Да проверяйте Ради бога Ваше право Вот тут поперечно-ободочная кишка Желчный пузырь, печень А вот и опухоль Так, пузырь значит вовлечен Угу, хреново Ну, в общем, нужна резекция Тут, тут Потом анастомоз Операция обширная Да, нужен хороший хирург Ну так вызвать Гордеева И все дела Ирина Васильевна ему вчера звонила У него автобус сегодня вечером Сегодня? Да Дай посмотрю Как тебе такое в голову могло прийти? А что плохого в том, что я хотел родному отцу создать хорошие условия? А то, что мне стыдно будет смотреть людям в глаза, ты подумал? Да почему стыдно? Ну, пап А между прочим, у меня тут однокосник лежит в палате И с той же самой болячкой И заметь, в общей палате Ну, а я-то тут при чем? А при том Значит так Либо я перехожу в общую палату Либо ноги моей здесь, в этой больнице, больше не будет Пап, ну... Ты меня знаешь Я свое слово держу Либо ноги моей здесь, в этой больнице Пап, ну... Папа, ну... Оставьте пожалуйста Ваше честное теле После указанных сигнала И вам передали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гордееву звонила. Не отвечает? Я еще утром осмотрел твоего пищника, там все ясно, как божий день. Сама увидишь. Ну ладно, слушай, а что там у Емельянова за татуировка? А ты откуда знаешь? А, ну, слышала, когда заходила. Ну, там, в общем, ничего интересного. Подожди. Спасибо тебе огромное. За меня никто никогда так не заступался. Ну, ты идешь? Так это что значит у отца? Да, опухоль. К счастью, операбельная. Есть свои сложности, возраст, сопутствующие заболевания. И когда операция? Ну, его надо подготовить, и у нас Гордеев куда-то запропастился. В каком смысле? Да в смысле... Да не суть важна. Найдем мы Гордеева, найдем. Мой вам совет. Отцу пока ничего не говорить. А то ведь у нас диагноз опухоль, как смертный приговор. Ну, это не так. Это совсем даже не так. Здравствуйте. Вась говорит автор Витчин. Отстаньте, пожалуйста, ваша дима и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, дозвонилась? Нет. Ты еще успеешь к московскому автобусу? А зачем? Лер, ну я же не маленький, я все прекрасно понимаю. Ты должна поехать и поговорить с ним. О чем разговариваете? Все и так ясно, Лох. Ничего не ясно, Лер. Ничего. До тех пор, пока не посмотришь в глаза. Неужели ты не понимаешь, что он совершает ошибку? И ты тоже совершаешь ошибку. Ну что, он тебя за руку тащит? Ну а тебе-то зачем это надвов? Потому что я друг. О, он спит, наверное. Он пришел откуда-то, как в воду опущен. Говорит, нет справедливости в этом мире. Что-то на сердце жаловался. Ну а потом, вроде бы, ушел. Виталий Иванович. Виталий Иванович. Быстро за врачом. А что с ним? Он без сознания бегом. Здравствуйте. Виталий? Что с ним? Куда вы его? Зайдите, пожалуйста, в палату. Вот, Толя. Хоть ты и большой начальник. А меня, кажется, первым резать будут. Вам нельзя говорить. Все, поехали, поехали. Анатолий Григорьевич, что с вами? Вам плохо? Ничего. Ничего, дочка. Сейчас все пройдет. Все нормально. Давайте я вам... Куда его? Все будет хорошо. Давайте я вам помогу. Не надо, не надо. Спасибо. Не надо. Я сам. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Кажется, Чехова. Вы тоже в Москву? Нет, я... А Александр Николаевич... А, понятно. Проводить решили. Вы знаете, он сейчас подойдет. Но на вашем месте я не стала бы его дожидаться. Мне кажется, в вашем возрасте навязчивость не к лицу. Я не собираюсь никому навязываться. Ну, эти сказки вы расскажете кому-нибудь другому. Вы, наверное, думали, что вот он сейчас вас увидит, все бросит и останется, да? Да нет, вы не так его поняли. Я все отлично поняла. Ради чего я могу бить здесь свою карьеру и свою жизнь в этом захолустье? А главное, ради кого? Так что мой вам совет. Я не нуждаюсь в ваших советах. Спасибо. Да. Они за услугу деньги попросят, так ты сумму сразу вдвое уменьшай, я поняла? Никаких авансов. А то они вообще ничего делать не будут. Юля, страшновато как-то. А тебе не страшновато с носом остаться, когда эта студенточка у тебя парня уведет? Да и кто тут кого уведет. Почему я не знаю. Слушай, Юлечка, а может ты сразу меня куда-нибудь сейчас увезешь? Легкие напоминья. Это Юрасик, а это Левочка. Это Инна. Привет. Ну так что у тебя за проблемы? Не у меня, у нее. Так у девочки может быть только одна проблема. Нельзя полоски на трестебеременности. Короче, хотите бабла срубить? Да. Так вот, надо ее подружку проучить. КОНЕЦ Ну что ж, передавайте Александру привет. Может быть с ним что-то случилось? Не думаю. Я надеялась, что жизнь его изменит. Оказывается, нет. Он все такой же. Только ты, деточка, не радуйся. Когда-нибудь он тебе тоже пообещает прийти. И не придет. Девушка, заходим и отправляемся. Да, сейчас, одну минуточку. Девушка, заходим и отправляемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, Маша, привет! Виделись уже. А ты чё в наших краях делаешь? Да так, погода, воздух. А то сидим в четырёх стенах. А жизнь мимо проходит. А давай в парк зайдём, подышим? Ну, вообще-то меня девчонки ждут. А давай я тебя провожу тогда. Ну, хорошо. Проводи. Ну, как у тебя? Что? Ну, дела вообще. Вообще ничего, но иногда вот тяжеловато бывает. А что такое? Руди, мы с тобой расстались два часа назад. Что у меня могло измениться? Понимаю, ты из-за пищенки переживаешь, да? Ну, в общем, да. Не волнуйся, обыкновенности на кардии. Кардиологи говорят, инфаркта нет. Андреноблокаторы его быстро приведут в норму. Главное – снизить энергетическую затрату сердца. Да-да. Блокировка бета-андренорецепторов урежает частоту сердечных сокращений и снижает систолическое давление. Благодаря чему потребность? Зря стараетесь, девушка. Его дома нет. А вы не подскажете, куда он ушел? Видела, что ушел. А куда – не знаю. Сумка у него была большая. Может, уехал куда-то. Спасибо. Что может привести к инфаркту миокарда и депривляции желудочек? Вот мы и пришли. Да, жалко. А я еще не все успел рассказать. Давай еще кружок. Я бы с удовольствием, но с сумками в руках как-то тяжеловато. Да, давай я помогу. Спасибо. Спасибо тебе за прогулку и до завтра. Пока. Черт. Какой идиот. Доброе утро. Вот ваши газеты. Доброе. Что-нибудь из реанимации про Пищенко слышно? Нет, пока ничего. Сегодня у нас на завтрак рисовая каша с папайей, фруктовый салат, осетрина на пару и манговый сок. Что желаете? Рябчиков и ананасы в шампанском. Ага. Алкоголь вам противопоказан. А вот рябчиков мы можем приготовить к обеду. Хотите? Ничего не надо. Я пойду в общую столовую. Как вам будет угодно. Мне угодно питаться вместе со всеми. Вас что-то не устраивает? Меня не устраивает. Мое привилегированное положение. Я хочу быть вместе в общей палате. Со всеми. Вам ясно? Я эти вопросы не решаю. Такие вопросы решает старшая медсестра. Если вы хотите, я могу ей доложить о вашем пожелании. Вот пойдите и доложите. И пусть она решает. Я могу идти? Можете идти. Спасибо. На здоровье! Салаты засветрены. Рябчики. Совсем ог... Совсем озверели. Ты чего прав? Виктория! Угу? Знаете ли вы, что такое боязнь голых коленей? Ну? Генуфобия! Знаете ли кто-нибудь, что такое погонофобия? Погонофобия – это боязнь загреметь в армию? Нет. Погонофобия – это страх перед бородами. Слушай, а я мышей боюсь. Там что-нибудь про это есть? Э-э-э... Музофобия. Да ладно! Дай посмотреть. Музы. Ой, правда? Музофобия. Слушай, пойдем, пока у нас не развелась стомофобия. А это что? А это, если мне не изменяет мой склероз, то это боязнь хирургических операций. О, сейчас! Новикова боится склероза, амнезиофобия. Доктор Фролов, а вы случайно не болеете гофифобией? Э-э-э... Гофифобия? А что такое гофифобия? А это боязнь случайных, но очень-очень сильных прикосновений, а? Ну что? Гофифобия! Гофифобия! Привет! Ну, как ты вчера? Что как? Ну, на вокзал успела Вот она Успела И? Вову Гордеева я не увидела Он не пришел к автонусу Здорово Значит, он решил остаться Дома его тоже нет Как так? Может, что-нибудь случилось, Лера? Нужно поговорить с его знакомыми Обязательно кто-нибудь знает, где он А зачем? Вот эта серая мышь Да ничего, вроде девочка Игру нормальная, попка Да потом ее достоинство обсудите Срисовали? Сфотографировали Ладно, сделаем все в лучшем виде Давай-ка лучше поговорим Об авансе Никаких авансов Вначале дело сделаете Потом расплатимся Ладно, поехали Если вопросов нет Можете разойтись по рабочим местам Простите, а Пищенко еще в реанимации? Да Я совсем упустила из виду, что вы остались без пациента Возьмите пока больного Лысакова У него язва 12-перстной кишки Было подозрение на перфорацию Но, к счастью, не подтвердилось Хорошо Ирина Васильевна, сроки проведения операции Емельянова уже определены? Пока нет Понятно Ну что ж, прошу по рабочим местам Удачного дня, коллеги Спасибо До свидания До свидания Не понимаю, чего они тянутся операцией? Какая тебе разница-то? Ассистирует Сиронию позовут Может, у них это, амихофобия? Чего? Поязнь повредить пациентам кожу Да, наверное, что-то вроде этого Семен Аркадьевич, вы что, вещи складываете? Не дождетесь Это Гордеевские Вы уж, пожалуйста, не пугайте меня Сейчас же в отделении только на вас надежда А, вот так всегда Заезжие звезды, они блеснут И улетят А старый конь Степанюга Как пахал, так и пашет Зато бы раздынь не испортит Хотела с вами посоветоваться Слушаю вас, Ирина Васильевна Присаживайтесь Благодарю Куратов из гастроэнтерологии Просил посмотреть вот эти снимки Будете так любезны Леш, подожди Скажи, какие у тебя сегодня планы? Березняковой зайти нужно Я не об этом Что делаешь после занятий? В библиотеку пойду Так, а вечером? Буду заниматься с Денисской Как будто сам их знаешь У него по химии полный завал Ну уж нет Хватит чахнуть над книгами У меня есть план получше Сегодня приезжает в клуб Столичный диджей Я приглашаю Спасибо, Глеб Но как-то пока желания нет Вот по больным походишь Желание появится Все Договорились? Так, опыт подсказывает мне Что с этим торопиться не надо Пусть гастроэнтерологи скажут Все, что могут А когда распишутся Они в собственной несостоятельности Я слушаю вас, Ленея Алексеевна О господи Ирина Васильевна Я уже не знаю, что делать Что случилось? А что случилось? А Емельянов требует Чтобы его из ВИП-палаты Перевели в обычную Да это что за новость? Лебедева рассказала Что на завтрак попросил Рябчиков и ананасов в шампанском А потом перевезти его в общую палату Да, барин Сами не знают, что хочет А хочет они быть поближе к народу Но это было модно в его время Нет, ну все-таки Мне кажется, насчет рябчиков и ананасов Он пошутил Ну а мне что делать-то? Документы как оформлять? ВИП-палата-то оплачена Лобов просил быть повнимательнее К этому старику А если вы переведете его В другую палату Кто-то будет считаться Проявлением внимания? Ну я не знаю, но Надо посоветоваться С Олегом Викторовичем Соломонову решение У начальства голова большая Пусть думает Это верно А боли где были? Можете показать? Да, вот тут Как ножом резануло Правильно Кинжальные боли Ага Вроде того Думал, помираю С парашюта прыгал Не боялся А тут, честно скажу Страшно стало Да вы не волнуйтесь Гастроскопия показала Что перфорации нет Ну, во всяком случае Пока Да я вообще в порядке Я не понимаю Зачем меня здесь держат? Ну язва-то есть все-таки Давайте я вам Сейчас измерю давление А потом Закончится Обследование И может быть Назначат операцию Ну вы не волнуйтесь Вполне возможно Что обойдемся Консервативным лечением Так Ой А кожа-то че, гусиная? Холодно что ли? Нет, приятно Что такое? Вы подождите Лежите, пожалуйста И не вставайте Я вас очень прошу Хорошо? Лежите, пожалуйста Только не вставайте Умоляю вас Хорошо? Я сейчас Я сейчас приду Ну что? Швы зарастают хорошо Правда Рубцы останутся Да и ладно Жива и ладно А какие там швы Мне без разницы Можно сказать Вам очень повезло Доктор Гордеев Операцию провел Просто мастерски Да, вот так Как в жизни Один портит Другой исправляет А я же сама виновата Он же спрашивал Болит А я И чтобы всю правду Сразу сказать Так Вот видите Нельзя от врачей Правду скрывать Вот если бы еще И снимки вовремя принесли То Гордеев бы увидел Все без ваших слов Ну вот Не увидел Снимок-то был Подождите Как и Гордеев Привас его смотрел? Нет У меня твой брат На рентген возил И снимок забрал А вот уж показал Он доктор или нет Я не знаю Да ладно Ну какая разница Все же обошлось Вот оно что Извините Мне нужно отойти А Ну вот Молчал-молчал И ляпнул Ну кто меня С язык тянул? Верхний 180 Нижний 100 На коже Мурашки Это ведь гипертонический криз Дима Роккович Мурашки Человеку 19 лет Какой гипертонический криз? Но ведь Те же симптомы Налицо Ну мы еще посмотрим Что вы там намерили Пришли студентов Они даже не знают Какой стороной Тонометр надевай Ну Семен Аркадьевич Ну что? Вызовите терапевта Пусть осмотрит Хорошо Доктор в чем дело? Лежите-лежите Вам когда-нибудь ЭКГ делали? Нет А что это? Электрокардиограмма Строгий постельный режим Вставать нельзя Ни в коем случае Что вы мне нашли-то? Вы слышали, что доктор сказал Лежать А по нужде? А по нужде можно Но только лежа Я вас умоляю Я сейчас Сестричке скажу Она все принесет Сейчас Потерпите Глеб, подожди Глеб Чего? Чего? Скажи это правда Что ты возил Березнякова на рентген Лежа, ты что? Березнякова теперь твоя больная Я не про теперь Я про тот день Когда ее только привезли Возил? Может увозил Я каждый день кого-нибудь куда-нибудь вожу Я скоро стану чемпионом По катанию колясок По коридорам Значит снимок забрал ты Слушай, что ты это вспоминаешь? Когда был-то? Забрал ты И не показал Гордеева Он пришел И ничего не увидел Зачем ты это сделал? Так Чего я сделал? Я ничего не сделал Нет, подожди Нет, подожди Ты что, не понимаешь Ты его подставил? А отстаньте мне своим Гордеевым Чего ты с ним носишь Как с писаной торбой? А о больной ты не подумал? Успокойся ты Березнякова жива А Гордеев Если хочешь знать Все равно бы не прижился В нашей больнице С своим характером Так что считаю Что я просто помог Сделать ему выбор Все Я считаю Что ты совершил подлость Ах вот значит как Вот как мы заговорили А ты не считаешь Что у него были причины на это? Ты пошел Лера, подожди Чего? О! Все слышала? Молодец Тоже хочешь мне посовестить? Не советую А, Рудольф Здравствуй Здравствуйте, Анатолий Григорьевич Как вы себя чувствуете? В моем возрасте Если проснулся Уже хорошо Почему же так мрачно? По-моему Вы прекрасно выглядите Поберегите комплимент Для своей девушки Вы мне лучше Вот что скажите Вы не в курсе Когда меня резать будут? Когда наконец Появится этот чудо-хирург? Да я честно Понятно Доброе утро, Баб О! Спросим у начальника Здравствуйте Здравствуйте, Анатолий Григорьевич Молодой человек Вы не могли бы нас оставить? Да, конечно Прошу Вот Если бы я собственными ушами Это не услышала Я бы ни за что не поверила Значит, Глеб тогда Орентгеновский снимок Гордееву не отдал А Березнякова Про свои боли ничего не сказала Ну да Она же не хотела Чтоб ей операцию делали А на снимке Явно было видно Что инородное тело Застряло в кишечнике А это значит Угроза перфорации Что собственно И произошло То есть Глеб сделал так Будто бы Гордеев Проглядел Ну Отставил Ну зачем? А ты не помнишь? По-моему Они всегда были с Гордеевом На ножах Вообще-то Такие форт или морд Бьет Да Не ожидала От Глеба И ведь нашел момент Ну чтобы отомстить А я всегда подозревала Что Глеб интриган Может ему темный устроить? А Гордеев-то не знает Кто его так подставил Павел Ну что ты кипятерзил? Да где это видно? Один в двух комнатах И это тогда Когда в больницах Не хватает мест И разумеется Все это не бесплатно Послушай Я не вижу ничего плохого В том чтобы создать Родному отцу Нормальные условия Для лечения А где оно это лечение? Надо резать Режьте Я же не возражаю А пролеживать бока Я не хочу Анатолий Григорьевич Вы не волнуйтесь Операция будет проведена В оптимальные Для этого сроки Вот А где они эти сроки? Что-то я даже тени не вижу Вашего чудо-хирурга Вот вы сейчас понервничаете И у вас поднимется давление Ну и какая может быть операция В ближайшие два дня Значит так До операции Я могу спокойно полежать В общей палате Не барин Так что будьте любезны Распорядитесь Папа Вот к сожалению В этой просьбе Я вам должен отказать В общих палатах У нас просто нет места Так что придется Как говорится Потерпеть Да Пойдем Пойдем Ну что это Общее собрание? Да Можно сказать и так Я кажется понимаю Что у вас на повестке дня Да Глеб То что ты сделал с Гордеевым Ясно Ясно Я поступил Гадко Подло Низко Недостойно Ты это хотел сказать? Да Считай что сказал Слушай За эти вещи можно и по физиономии схлопотать От тебя что? Да хоть бы от меня Ага Я добавлю Все такие чистенькие Благородненькие Один Глеб плохой На себя посмотрите Не ты ли перед тем типом Из моей Канкан на задних лапах Танцевала? Или ты Дамочку обрехатил И слинял Рот закрой Милому Я не сделал ничего такого Чего бы не сделали вы сами Только у меня получилось У вас нет Только сняла меня воспитывать Повестка снята Все? Тебе не воспитывать А проучить надо Спокойно Носорок ревнивый И тебе загордей его заступаться Ставь 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 Чуть обломиться Понял? Очки береги Коля Коля Мы в больнице Все Подумай об этом Будь мудрее Козел он Понял? Так он вообще через родного отца Переступит и дальше пойдет Гордеева жалко Да за что просто Да Гордеев в Москве-то не пропадет Да не уехал он ни в какую Москву Как так? Очень просто Автобус ушел без него А что доктор Лобов на сегодня работу закончил? Совершенно верно По-моему я вас не отпускала А что мне тут делать? Больной скончался Страшно судорогах Мое дело сделано Лук Что вы такое говорите? Ирина Васильевна Не хватало Чтобы еще и вы меня воспитывали Все Да Ну вот такая вот история Да Не могу понять Что с ним происходит У него всегда был характер Не сахаром Но здесь Да нет Я думаю это просто нервы Ну вы сами представьте ситуацию Всю жизнь организм работал как в часы А тут вдруг разладился Ну отсюда и нервозность Вы знаете А он ведь намерен перейти в общую палату Я думаю не стоит обращать на это внимание Во-первых У этой операции Мы этого просто не позволим А после операции Я вас уверяю Ему самому будет не до этого На Добрый день Ой извините Слушай Твоей секретарши в приемной нет Я не знала что ты не один Ничего ничего Заходи Позвольте вам представить Неволю Анатольевичу Я Мильяна А это моя супруга Алло Очень приятно Очень приятно Да Очень много наслышан Но не имел чести Опасный мужчина Почему? Ну как-то современные женщины Не привыкли Чтобы им целовали руки Ну вы знаете Во-первых Я не верю В равенство полов Поэтому А то есть Вы не считаете женщин За равных соперниц Я предпочитаю Не соревноваться А ухаживать за ними Ну вот и По сумку мы веришь Ну здоров Степан Аркадьевич Как? Гордеевское креслице-то Не жмет? Было Гордеевское Упорхнула птичка На московские хлева Да что ты говоришь А ну как вернется? Ты что пришел? У меня много работы Вижу Ну как обычно Мелочи жизни Сковалец снимочки посмотрели? Ну Что ну? Ну что? Явной картины нет По-моему Обыкновенный энтерит Хирургу там делать нечего Стоп! Как делать нечего? Там явная Стронгуляционная непроходимость И необходимо Срочное хирургическое вмешательство Что тебе сказал? Знаешь У меня в отделении Они тоже не лузеры работают И Гордеев бы уже Со скальпинами бежал Вот иди Иди к своему Гордееву Ищи его А по-моему Показаний к операции нету Понял тебя Давай еще раз посмотрим снимки Давай Я не понимаю одного По-моему Это действительно ваши проблемы Вот объясните мне на мил Почему больные должны Страдать Из ваших нормативов Вот мне абсолютно наплевать Сколько по нормативам Должны служить эти самые Вентили Потому что мне самое главное Это конечно Это конечно замечательно Что традиции меценатства Начинают возрождаться И в нашей провинции Я вообще не люблю Слово спонсорство Сколько до революции Было построено школ Больниц Церквей Ну если есть что пожертвовать То почему бы Это не сделать Такое благородство Делит вам честь Нет, подождите Нет, нет Не возражайте А ведь я на вас Немножко обижена Да, за что? Ну как же Живем в одном городе Столько друг о друге Слышали А вы у нас в гостях Еще ни разу не были Можно вас Обвинить В нежелании Так сказать Переломить с нами хлеб Да ну нет Ну господь с вами Алла Ну Ну в таком случае Завтра Ждем вас на ужин Сейчас я подумаю Смогу ли я Выделить на это время Сможете, сможете, сможете Я вас угощу Своим фирменным блюдом Ну вы же любите Запеченную баранью ногу Ммм С чесноком Конечно По старинному русскому рецепту Ох Алла Вы умеете уговаривать Тогда с меня Хорошее французское вино И я сдаюсь Ну вот В этом маленьком поединке Победила я Нет А вот вы скажите мне на месте Если вы Ну дай вам бог здоровья Конечно Вдруг попадете ко мне С приступом аппендицита Вот как вы полагаете Я смогу вам отказать На основании того Что мне почему-то Не подвезли скальпели Правильно Правильно понимаете Да Ну вот и Вот и решение вопроса Да Я вам благодарен Большое спасибо Боже мой Меня простите Ради бога Но это моя по-моему Извечная непримиримая борьба Со всеми этими сантехниками Пожарниками Этими Электриками Господи Я не узнаю себя Я когда-то хотел быть врачом Дорогой Завтра Григорий Анатольевич У нас ужинает Превосходно Ну могу только Олег Петрович Из горы здраво Возьмите трубочку Ну вот Рано радуетесь Да извините Ради бога О господи Да я слушаю И вот так Круглые сутки Ну что делать Это профессия Вот и ладушки Спасибо Аркадьевич Я всегда знал Что с тобой можно договориться Здравствуйте О привет Лер Как хорошо что я вас встретила А вы случайно не знаете Где сейчас Александр Николаевич Сашка Ну когда последний раз я с ним Нет не знаю что Мне просто очень нужно С ним поговорить Дома его нет И к телефону не подходит Лерочка Ну ты же должна понимать Если человек Не берет трубку Он просто не хочет Ни с кем говорить Правда? Да Но мне очень нужно Ему сообщить Очень важную вещь Важную для него А меня вы не хотите Посвятить В эти тайны Мадридского двора? У Александра Николаевича Просто были Неприятности на работе Не может быть У Саши Неприятности на работе Лерочка У него всю жизнь Неприятности на работе Да Но его просто обвиняют В том В чем он не виноват Я случайно об этом узнала Уже интересно Пойдемте расскажу Пойдем Ну а подробно Обо всем Мы поговорим завтра Все непременно Будем с нетерпением Ну ждать Да Очень приятно Всего доброго Не забудьте Завтра мы вас ждем Да Всего доброго Всего вам доброго Всех благ Не понимаю Какая была надобность Приглашать его Завтра вечером К нам домой Ой У меня завтра Вечером Дел не в проворот Просто Слушай Твои дела Никогда не кончатся Ты уже Со своими вентилями Электриками И сантехниками Стал банальным тактиком А надо быть Стратегом Не за того Парня ты замуж вышла Ох Какая бы из тебя Получилась Генеральчик Да меня мой муж Полне устраивает Во всех отношениях А вот такими знакомствами Как с Емельяновым Разбрасываться нельзя Кстати Ты как-нибудь Объяснил ему Отсутствие Гордеева Пока нет Ну вот хорошо А до завтрашнего вечера Что-нибудь Допрояснится Что-нибудь Допрояснится Да Оказывается Подставить Хирурга Раз-два И готово На полчаса Задержал Рентгенский Снимок И баста Ну вот кому И зачем Понадобилось Подставить Саню Это большой вопрос Это уже не важно Вы поймите Мне очень нужно Его увидеть Я все понимаю Но ничего поделать Не могу Ну пожалуйста Вы же знаете Где он Я дал слово Не давать Место его Политическое убежище Вы хотя бы Намекните Это идея Я давал Слово Не говорить А не петь Слово Я не давал Только раз Бывают В жизни Встречи Только раз Судьбою Рвется Нить Я поняла Спасибо Спасибо Вот почему Красивые Девушки Слуют Меня Только По делу Только раз Холодный Зимний Вечер Мне Так Хочется Выглядеть Девушки 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 Продолжение следует...